Тустань Говорят, что в старину скальный массив Тустань был обнесен деревянной стеной, которая в совокупности со скальными башнями служила достаточно неприступной крепостью для жизни гарнизона и ночевки путешественников. Старинные укрепрайоны имели множественное назначение. Во-первых, они служили ориентирами для путешественников, у которых в те годы не было ни карт местности, ни GPS. Во-вторых, в таких местах можно было нанять проводника или лоцмана, если речь шла о местности, где еще нет дороги. В-третьих, на порожистых реках, которые зачастую были единственным путем передвижения, иногда нужно было обносить пороги, которые были непроходимы для водного транспорта. Эту рабочую силу путешественники нанимали на месте. Иногда водные суда, лодки, вместе с грузом нужно было перетаскивать на другие реки. Эти места назывались волоками. Волок – это очень трудоемкая процедура, для которой у путешественников не было людей. Рабочую силу они нанимали в поселениях, укрепленных районах, крепостях, которые, как правило, стояли у начала и у конца пешей дороги. То же самое – бурлаки, которые тащили плавсредства путешественников вверх по течению. Бурлаки были наемной рабочей силой. Но самое главное – крепостные укрепления защищали путешествующих купцов и их товары от разбойников. Разбойные нападения в те годы были делом обычным. Разбойники ожидали путешественников в различных узких местах. Так что крепости служили еще и отелями для купцов. Примерно такие функции могли выполнять укрепления над устами. Кроме того, на гарнизоны крепостей возлагались задачи по охране государственных границ и сбору таможенных пошлин. Крепости в те далекие годы были важными сооружениями, на возведение которых местные жители не жалели денег. И сейчас в заповеднике Тустом есть все, что нужно для отдыха путешественников. Парковка для автомобилей, кафе, магазины сувениров, отели, базарчик и прочая инфраструктура.